Ежедневный мониторинг новостей о коронавирусе в мире – теперь это часть забот не только туристов, но и сотрудников турагентств. Сфера путешествий оказалась наиболее подвержена наступившему кризису. И что будет дальше – большая загадка для всех. На данный момент многие граждане, желающие отдохнуть, заняли выжидательную позицию, поэтому поток туристов, конечно, пока что уменьшился. Сегодня для посещения закрыты все зарубежные страны как минимум на месяц. А массовый отказ от путёвок и возврат клиентам денежных средств гарантированно обрушит туристический бизнес России. Банкротами, по прогнозам, в этом случае станут не менее трети всех российских турагентств. Маловероятно, что многие туристы в ближайшее время получат свои деньги при аннулировании турпутёвок. Туроператоры рекомендуют людям оставить деньги на депозите, либо перенести дату поездки на более поздний срок. Сменить направление можно в сторону юга России. Отечественные курорты пока ещё готовы принимать гостей. Но разумно ли сейчас путешествие как таковое – вопрос спорный. Как альтернатива есть на данный момент туры по России. Но в связи с тем, что обстановка пока нестабильная, я думаю, что лучше людям всё-таки самоизолироваться. Внести свою посильную лепту в дело противостояния коронавирусу – пожалуй, это вынужденная реальная альтернатива летнему отдыху. Тем же, кто собирается погреться на солнце за границей, несмотря ни на что, следует помнить, что иногда не так сложно уехать, как вернуться домой. Парень выехал, наш тоже венчанин, выехал за продуктами, потому что нужно кормить семью. Его избила полиция, его избила индивидуальная полиция. Они бьют тех, кто выходит во время комендантского часа на улицу. До 14 апреля все рейсы накрылись медным тазиком, то есть всё отменено. Олег Соловьёв, Владислав Полоскин, Десна ТВ